Так, который ты учила в детстве? Хорошо, который я учила в детстве, который мне очень сильно напомнился. Знаете, вот прямо в детстве, в детстве я не любила учить стихотворения, и я их особо не помню. В самом детстве я учила песню. У меня было несколько томов песенников, так это называлось, и я учила разные песни. Помню, что выступала с какими-то песнями про чёрного кота, умчий меня лесной оленя, всякое такое, вот, про Россию, военные песни я очень много знала. Ну, это как бы в разряд стихотворений. Как-то так. Вот, но из плюс-минус сознательного возраста стихотворение одно из первых, которое мне запомнилось, которое у меня сильно прям вот мне полюбилось, это Гумилёва «Жираф». Я его недавно рассказывала, если хотите, могу ещё раз прочитать, буквально вот в прошлом эфире. Я его уже прочитывала. Вот, это, я его выучила в школьное время, больше я его не повторяла. Возможно, я его сейчас уже по памяти читаю с какими-то ошибками, но, собственно, как запомнила, прочитаю. Надо перечитать на всякий случай ещё раз. Вот, но то, что это Гумилёв, то сто процентов. Итак, сегодня я вижу особенно грусть на твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Ты плачешь? Послушай, далёко-далёко обновь речат, изысканный вроде джираф, ему грациозная стройность и небо дана, а шкуру ему украшает волшебный узор, равняться с которым осмелится только луна, дробясь и качаясь во влаге широких озёр. Вдалю он подобен цветным парусам корабля, а обек его плавен, как радостный птичий полёт. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморной гробе. Я знаю чудесные сказки действенных стран, про чёрную демо, про стресс молодого вождя, но ты слишком долго отдыхала тяжёлой туманой. Ты верить не хочешь во что-либо, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройный пальм, и про запах мыслевых трав. Ты плачешь? Послушай, недалёко-далёко, на озерече изысканный вроде джираф. Почему мне запомнилось всё стихотворение, когда я его рассказывала в школе, я помню, что абсолютно случайно на изысканный вроде джираф получилось так, что я очень сильно волновалась, и я сделала небольшую паузу, просто у меня как будто бы, как я, не знаю, как объяснить, в общем, что-то в горле пересохло, и мне на изысканный вроде джираф получилось так, типа, изысканный вроде джираф. И учителинца именно этот акцент оценила и сказала, что я тебе за этот акцент ставлю отлично, потому что вот ты тебе передала какое-то такое настроение. И, наверное, тогда что-то во мне ёкнуло, когда что-то отметили, да, в чтении стихотворений, и с тех пор я начала увлекаться и запоминать стихотворения. Тогда надо было за месяц выучить больше 20 стихотворений, такое было задание в литературе, и я успешно их все выучила, и до сих пор многие помнят. То есть вот помимо жирафа в те 20 стихотворений входили ещё, например, Бессонница, Гамыр, тугие паруса, и о список кораблей прочёл до середины, все длинные выводы, к сей пояс журавлины, что надо ладу, когда-то вынся, как журавлины глины чужие рубежи, на головах царей божественная пила. Куда плывёте вы? Когда бы не лет? Что трое вам одна, ахейские божи? И трое, и Гамыр, всё держится любовью. Кого же слушать? Иван Гамыр молчит, и море чёрное, не действуешь. И с тяжким грохотом подходят к изголовью. Вот. Это тоже с тех времён. Я тоже его не перечитывала больше после школы. И, возможно, я что-то там перепутала, что-то прочитала не так. Но, как есть. Может быть, однажды дойду до того, чтобы перечитать их лично. Там же было Маяковского, послушайте. А ещё Маяковского прикольное. Я сразу смазала карту будней и так далее. Причём как-то я стала сейчас это стихотворение реже читать, потому что кто-то как-то сказал, что типа, ой, ты его неправильно читаешь с ошибками. И я такая, а, всё, я его больше читать не буду. Нет бы взять и прочитать, один раз запомнить и нормально читать. Но... Лень. Ну, а либо забывай. Так. Привет, ты очень красивая. Спасибо. Красивая, как день прошёл. А день прошёл отлично. Отлично. Прям чётко по таймингу, как я люблю. Были заминки, были какие-то моменты, когда не по таймингу, но всё остальное класс. О, ещё один момент я не сделала. Сейчас буду отмечать в ежедневнике всё, что сделала, всё, что не сделала. И ещё кое-что надо было доделать. Так. Привет, Ирина Талли. Привет. Спой что-нибудь? Нет, можно? Я не буду петь, потому что мне кажется, что я не умею это делать. Так. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Чем я зарабатываю на жизнь? До карантина у меня основные источники дохода это художественные шоу-программы с гастролями по миру, причём я работала и работаю с ребятишками. Вот. Это самый основной доход. Потом модельное, блогерство, психология. Ну, вернее, психология по большей части основным таким аспектом, основным пластом присоединилась уже на карантине. Вот. Это, наверное, то, что тоже поддерживало финансово меня в период пандемии, когда всех в Москве посадили и мы выходили только по этим, по карточкам, по пропускам. Вот. Но на данный момент, вот прямо сейчас, когда все остальные сферы до сих пор не реанимировались, когда праздников я не видела с сентября, ну, были заказаны Новый год, но я улетела туда отдыхать, и я не надеялась уже на то, что будут какие-то заказы. Мы просто взяли билеты и улетели. Что там еще с модельным тоже так сейчас вяло, то есть жить на... Ну, те заказы, которые есть, просто нельзя. Поэтому сейчас это он не фан, то есть это тоже модельное, только я с частными фотографами создаю фотографии, которые продаю, ну, не как на стоках продаю, это просто фанаты, которые прямо вот конкретно за мной наблюдают, и которым интересно в полном размере, да, какое-то творчество. Что-то запрещено в Инстаграм, что-то я просто со съемок укладываю гораздо больше, чем в Инстаграм, потому что в Инстаграме сто пятьсоток на круг фотографий, укладывать вообще не было чем-то, да, это можно. Вот, ну и сейчас, да, сейчас основной доход у меня с он не фанатсом. У меня там работает менеджер, я, в принципе, по факту только создаю контент, все остальное делюсь самым. Привет, привет из Италии, привет, так, комплименты, спасибо, всем спасибо, так, 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 молодец, спасибо, привет, Александр, ой, так, привет, или Дэния, как там? Ты снималась в лес порно? Нет, я не снималась в лес порно, и вообще в порно я не снималась. Как настроение? Настроение шикарно, отлично, все супер, все здорово. Вот. Сейчас у меня прям немножечко еще времени, я уже пойду планы строить на следующий день, иметь и с ребенком, у меня будет вот опять ежедневник мой, у него и его тетрадка, и мы будем вместе составлять план на завтрашний день. Так, смотрю остальные вопросы. можно я на пошлое отвечать? Сколько в день тебе пишут индивидов? С учетом того, что сейчас мне в вопросы пришло фигу, в тучи вопросов от индивидов, которые даже считать не хочется, много. У меня основных соцсетей три, получается, инстаграм раз, инстаграм два и контакт. Так как у меня три странички, это все в тройном размере. Но по большей части, конечно, мне пишут людей на основную страничку инстаграма, собственно, где мы сейчас с вами находимся. слава богу, что никто не знает мой номер телефона и телеграм и прочее, чтобы мне лично уже никто не давал. Хотя кто-то, как-то, какие-то арабы, я не знаю, где они удают мой телефон, но с периодичностью раз там, я не знаю, в две-три недели какой-нибудь залетный араб начинает мне по видеосвязи звонить. Я не знаю, в чем прикол, в чем логика, где я когда-то оставила свой телефон или какую-то базу продали или еще что-то. Но что я делаю обычно, когда кто-то звонит? Зачастую муж находится рядом со мной, и я просто передаю другу ему, и он отвечает на этот видеозвонок. Больше этот человек никогда не звонит. Вот. Что еще? Ну, либо кто-то, если есть из мужчин, там, друзья, или, блин, охранник нашего дома, с ним даже тоже бывало такое, что он рядом находится, там есть лесосабабуля или еще что-то, вот, или он мне там помогал с продуктами, то я могла тоже спокойно дать им любви, и там отвалят от меня всяких вот этих вот личностей, которые собираются мне по видеосвязи названить. вот. Так пишут много, много, очень много. Когда сейчас на меня травли была устроена, там это исчислялось сотнями, то есть если сейчас исчисляется десятками в день, то там сотнями, а первые дни я думаю, что и тысячами. Вот. Я просто часть скопом удаляла, с частью пыталась вести диалоги, но разумить этих людей и вывести на какой-то более-менее адекватный диалог у меня не получилось. Хотя я настолько уравновешенный человек, я настолько спокойный, толерантный, но у меня не получалось. Ну, там, видимо, совсем такой контингент писал, который без мозгов абсолютно. Вот. Либо у них был такой настроек просто меня загнобить. Все.